Я прекрасно понимаю, какие комплекты у нас выходили. Расскажу вам о новых изданиях, которые должны появиться. И как раз мы сегодня более детально поговорим про издания серии «Внеурочная деятельность» и именно по предметам естественно-научного цикла, то есть те книги, которые адресованы учащимся 5-9 классов. Но в несколько слов насчет нашей встречи сегодняшней. Наш вебинар будет продолжаться около 1 часа 10 минут. Как стало доброй традицией, мы в рамках вебинара по биологии проводим небольшую викторину. И когда вы увидите знак вопроса на экране, дальше в чате появится вопрос, кто первый даст верный ответ, того ждут памятные призы и подарки от издательства «Просвещение». Кроме того, коллеги, я всегда очень прошу вас написать в чате, «Как скачать презентацию» и «Как получить сертификат». Вся информация появится во второй части вебинара. Но если у вас по ходу моего выступления возникают какие-то, может быть, вопросы, у вас есть пожелания, какие-то мысли вслух по теме, пожалуйста, пишите об этом в чате, и в конце нашей встречи я обязательно эти вопросы посмотрю, и мы с вами обсудим то, о чем вы писали. Но давайте все-таки поговорим о внеурочной деятельности, или, как правильно сказать, еще не у учебной деятельности. Тема для нас с вами новая. Школьники сегодня являются такими нашими инноваторами, да, и согласно проекту нового байсно-учебного плана становится обязательным школьного образования именно ведение внеурочной деятельности. Именно поэтому учителей в разных регионах Российской Федерации очень много вопросов, да, как организовать эту работу, какие пособия использовать и так далее. Мы сегодня, конечно, об этом поговорим. Но, конечно, коллеги, сегодня и нам ставится определенная задача, да, аудиторическим коллективом, именно задача по организации развивающей среды для обучающихся. И, как вы знаете, в ОГОСе конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием, что воспитание рассматривается как миссия образования, именно как ценностно-ориентированный процесс. То есть он должен охватывать и пронизывать с собой все виды образовательных деятельностей, и учебную, и внеурочную, да, то есть два вида деятельности у нас появляются. Основными целями внеурочной деятельности по ОГОС являются создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование принимаемое обществом ценностей. То есть, если сказать просто, да, мы с вами даем ту базу ученикам внеурочной деятельности, которая в дальнейшем позволит реализоваться каждому из учеников. Поэтому очень важны и те направления, которые мы вам предлагаем по внеурочной деятельности, чтобы произошла социализация каждого ребенка, и мы должны создать именно воспитывающую среду, которая обеспечивает активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, именно в свободное время. То есть мы с вами развиваем здоровую личность и творческую личность, и, конечно, формируем гражданскую ответственность и его готовим к новым жизненным испытаниям. И, конечно, очень важно, что внеурочная деятельность несет социальную значимость и способна реализация добровольческих инициатив. Но если говорить именно, что такое внеурочная деятельность школьников, это совокупность всех видов деятельности школьников, которые в соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации. Именно развитие интересов детей и универсальные учебные действия формируются. Но именно особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставления обучающимися широкого спектра знаний. То есть ребенок выбирает то, что ему наиболее близко, наиболее интересно, и уже знакомится с этим содержанием внеурочной деятельности. И что важно, коллеги, что в соответствии с требованиями в ГОС, основное общего образования внеурочной деятельности организуется по направлениям развития личности. Это спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. То есть вы видите, да, абсолютно разные направления имеют место быть. Но в чем же цели внеурочной деятельности? Создание условий для развития, воспитания личности обучающихся, формирование основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордость за свою родину, это уважение к истории, к культуре народов. Ну, вы видите, это соприкасается с логикой ГОСа. И создание воспитывающей среды, которая обеспечивает активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. Действительно, мы детей, да, готовим к тому, что им в дальнейшем пригодится в жизни. То есть, коллеги, как вы видите, тема действительно сегодня актуальная. Ну, я считаю своим долгом в первой части презентации немножко вам сказать и о наших новых учебниках, которые вошли в новый федеральный перечень. А дальше мы уже конкретно будем говорить про наше пособие серии внеурочной деятельности. И вообще, что из себя представляет сегодня внеурочная деятельность в школе. Давайте посмотрим на этот слайд. И вы видите, что здесь отмечены новые учебно-методические комплекты по биологии, которые вошли в федеральный перечень учебников. Вы, конечно, знаете, что новый федеральный перечень учебников у нас вышел 28 декабря 2018 года. И мы с вами теперь ориентируемся на этот документ. Посмотрите, пожалуйста, на мой слайд. У нас появились новые учебники. Автор Севоглазов и другие. Из 5 по 9 классы эти учебники входят в федеральный перечень. Вы можете их выбирать и можете смело по ним работать. Продолжением этой линии Севоглазова являются учебники базового уровня для 10 класса и для 11 класса. Они выходят в редакцию у нас и автор Каменский Андрей Александрович и другие. Также входит в комплект из новых. Это под редакцией Пасечника. И 10-11 класс базовый уровень, и 10-11 класс углубленный уровень. Но также хочу отдельно сказать, что учебники под редакцией Пасечника Линия жизни, которые выходили с 5 по 9 класса, они также входят в федеральный перечень. И поэтому кто работает по учебнику Линии жизни под редакцией Пасечника 5-9 классов, в 10-11 классе вы можете перейти либо на учебники базового уровня, тоже это Линия жизни по редакции Пасечника, либо вы можете перейти на учебники для углубленного изучения. Это тоже выходит под редакцией Пасечника, и комплект называется Линия жизни. Тут самое главное понять. Мы изучаем час в неделю на базовом уровне биологии в 10-11 классе, а в учебниках углубленного уровня мы изучаем 3 часа в неделю. В 10 классе 3 часа в неделю в 11 классе. Комплект сухоруковый, это сфера, также для 10-11 классов, входит в наш новый федеральный перечень учебников, поэтому вы этот комплект тоже можете использовать. То есть здесь отмечены именно наши новинки. И вот перед вами сейчас обложки наших учебников Севоглазова и других, с 5 по 9 классы. Обращаю ваше внимание, что действительно это новая современная предметная линия по биологии, и в основу ее создания легли многолетние наблюдения авторов за результатами освободения биологических знаний, обучающимися. И очень важно, что здесь и традиционный подход соблюдается вместе с инновационными технологиями. Это как бы классика преподавания биологии. И каждому учебнику выходит электронная наша форма учебников. Но в перспективах мы планируем в ближайшее время, что выйдут и рабочие тетрадки, и методические рекомендации, и, конечно, программы КМК Севоглазова. Это все будет в помощь для учеников и для педагогов. Ну, на этом слайде для вас хорошо известные учебники уже появились. Это комплект «Линия жизни». С 5 по 9 класса мы их издаем. По редакции пасечных они выходят. И все эти учебники с 5 по 9 класса входят в федеральный перечень. Коллеги, ну, конечно, учебники, я думаю, что уже в рекламе не нуждаются. На протяжении 10 лет многие регионы Российской Федерации занимаются по нашим комплектам. И действительно, фамилия Пасечек Владимира Васильевича, фамилия для многих известная. Это величайший методист, педагог, учитель практик. И действительно, вот так сказать, все, что лучше есть в отечественной системе биологического образования, все это реализовано в УМК «Линия жизни» с 5 по 9 и дальше 10-11 классов. И, конечно, системно-деятельностный подход. Очень много рекомендаций для учеников, как работать с текстом, параграфом, да, как думчиво читать каждый абзац параграфа, как готовить доклады, как выступать сообщением, как готовить презентации, что такое проект, да, как мы тоже работаем над проектами. Есть рубрика «Шаги к успеху», где все эти рекомендации даются. И очень много интересных заданий именно такой направленности критического характера, то есть примеров, то, что у нас с вами на пришкольном участке, очень много лабораторных работ, когда мы с вами что-то изучаем, да, работаем по самонаблюдению, определяем типаж своей кожи, память кратковременную, определяем ее объем. То есть те самые лабораторные практические работы, которые не требуют наличия какого-то сложного оборудования или наличия каких-то уникальных реактивов, да, или розаточных материалов. Вот именно плюс, что все это приближено к жизни, к сегодняшней действительности. И, как вы видите, лозунг нашего издательства, чтобы сразу в учебнике появлялись и рабочие тетради, они уже есть, они у нас разлинованы. Поэтому, кто работает с нашими учебниками и выбирает рабочую тетрадку, очень удобно, что в рабочей тетрадочке можно и давать под запись ученикам какой-то материал, и отдельно есть упражнения с заданием в соответствии с нашими темами, то есть мы их также выполняем. Конечно, для педагогов, особенно для начинающих, великим спасением является, когда сразу выходят методические материалы. И каждому учебнику 5, 6, 9, 10 и так далее классов отдельные методические рекомендации мы также предлагаем. Наша новинка – ВПР 5 класс и ВПР 6 класс. Для нас с вами это важное издание, как готовить к всероссийской проверочной работе по биологии и в логике тем, которые изучаются в линии жизни, ВПР подготовлены, но сами задания, которые встречаются на ВПР. То есть с ребятами отрабатываем эти варианты вопросов, разбираем, как отвечать, но это очень удобно, что это входит в комплект линии жизни. Часто мы в регионы выезжаем, как методисты, и, конечно, нас учителя спрашивают, что у вас с рабочими программами. Обращаю внимание, что у нас рабочие программы выходят ко всем комплектам, которые издаются в издательстве просвещения, не исключение и линии жизни. Поэтому вот вы видите, программа есть, и с тематическим планированием, с рекомендациями все есть. Также интерактивные приложения у нас выходят, и вы бесплатно можете скачать те материалы, которые вам нужны. Для этого нужно всегда заходить на сайт издательства просвещения www.pros.ru Но, коллеги, что касается других учебников, которые входят в федеральный перечень, учебники для 10-11 классов, я сказала, линии жизни, базовый уровень входит в федеральный перечень, и углубленный уровень входит в федеральный перечень, и, наверное, комплекты здесь, которые для вас уже известны, под редакцией Беляева, это базовый уровень, 10-11 класс изучаем в частной неделе в 10 классе, и в частной неделе в 11 классе. Это прекрасные учебники, которые давали себя очень хорошо во многих регионах Российской Федерации, педагоги по ним с радостью преподают. И учебники для углубленного изучения биологии под редакцией Шумного Дымшинца. Тоже изучаем биологию, но уже 3 часа в неделю в 10 классе, и 3 часа в неделю в 11 классе. Ну, как вы знаете, кто долгий год работает в системе образования, раньше мы были лидерами, да, учебник углубленный, он выходил под редакцию Рувинского, мы были как бы единственными, да, для профильных классов такое издание предлагали, но действительно многие уже 25-летние годы эти комплекты используются, учебник Беляева тоже более 20 лет переиздается, биология не стоит на месте, много новых открытий, изменений происходит, да, все эти дополнения и про ЭКО, про ГМО, про доли и так далее, про наши с вами всякие гибриды, и какие открытия были в селекции, все это, конечно, включается в наши учебники, то есть мы их дополняем, да и, конечно, их изменяем. И в учебнике Шумного Дымшинца новая рубрика, готовимся к экзамену, где, конечно, включены задания для подготовки к ЕГЭ. Не исключением стал учебник под редакцией Патящик, это углубленный уровень, где отдельные тоже идут блокные задания для подготовки к ЕГЭ. Сказала вам про учебник Сферы, это 10-11 класс, автор Сухоруков-Кучиненко, федеральный перечень, это издание, и кого заинтересует, у нас выходит УМК-лагерин, 10-11 класса, под редакцией Алексашина. Это интегрированный курс естествознания, также комплект в федеральном перечне. Здесь интеграция биологии, химии и физики. 3 часа в неделю изучаем в 10-м классе и химия, биология, физика, интеграция, 3 часа в неделю в 11-м классе. Ну, коллеги, рассказала про федеральный перечень, потому что много вопросов, очень много от вас писем, звонков поступают в издательство. Если у вас какие-то тоже, может быть, пожелания, пожалуйста, в чате пишите, что касается выхода наших изданий федеральных. Ну, а теперь я перехожу непосредственно к нашей теме, и мы, конечно, вначале с вами должны развести два понятия. Что такое внеурочная деятельность, что такое дополнительное образование. Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, и она существует в формах отличной, отурочной и направленной достижении планированных результатов освоения основной образовательной программы. Как я в самом начале сказала, что она действительно написана в связи с требованием в ГОС в полной мере, и она является, конечно, неотъемлемой обязательной частью основной образовательной программы. Что касается дополнительного образования, это другой вид образования, цель которого – френирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, и мы организуем свободное время. То есть это больше как дополнительное профессиональное образование. Это уже относится, конечно, в 10-11 классах. А если мы говорим про внеурочную деятельность, то мы с вами предлагаем и пособия, и программы для учащихся 5-9 классов. Что для нас принципиально важно? Что существует несколько видов внеурочной деятельности и познавательной деятельности, и игровая деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное творчество, досуговое общение, спортивно-оздоровительная деятельность, то есть скокривеческая деятельность, социальное творчество – это все направления, которые имеют место быть в рамках внеурочной деятельности. И, конечно, выделяют разные формы организации внеурочной деятельности. То есть это может быть какой-то интеллектуальный кружок, какой-то клуб, популятив, это может быть какие-то отдельные внеурочные часы, которые выделяются тоже на преподавание, занятия внеурочной деятельности. Что для нас с вами важно, как для педагогов, что внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью основной образовательной программы. И мы с вами разрабатываем самостоятельно в соответствии с ВГОЗ. Но мы, как издатели, понимаем, что те пособия, которые вы сегодня увидите, конечно, к ним тоже будут предлагаться рабочие материалы для педагогов, вам в помощь, чтобы готовить свои материалы. И, конечно, рабочая программа внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы, наравне с иными программами, которые входит в содержательный раздел. И, естественно, разрабатывается наша рабочая программа по внеурочной деятельности на основе требований к результатам освоения общеобразовательных программ. Что касается следующих отличительных нюансов, то, конечно, коллеги, у нас с вами рабочая программа внеурочной деятельности, предназначенная для обучающихся, которые осваивают основную общеобразовательную программу. И здесь вы видите, да, что у нас внеурочная деятельность по каждой образовательной программе может включать разное количество часов. На уровне начального образования 1450 часов за 4 года обучения, 1750 часов за 5 лет обучения на уровне основного общего образования и, да, 700 часов за 2 года обучения на уровне среднего общего образования. То есть в этом, конечно, у нас как бы основное разделение. Но, кроме того, коллеги, когда мы организуем урочную деятельность, разумевается, что мы с вами можем использовать и известные формы занятий, а также можем организовывать и культпоходы, и посещение музеев, театров, концертных залов, галерей, да, или, например, используя игровую деятельность, мы можем с вами различные какие-то ролевые акценты расставлять. Или, например, когда социальное творчество, мы проводим небольшие соцопросы, то есть какие-то формы социальной пробы, коллективного творчества, и даже можем защищать социально-образовательные проекты. Естественно, если мы говорим про урочную деятельность спортивно-оздоровительного направленности, то здесь возможно организовать занятия в форме спортивных каких-то вариантов, да, на спортивных секциях, мы ведем беседы о здоровом образе жизни или участие ребят в возможных устроительных процедурах. То есть вы видите, да, по-разному можно организовать внеурочную деятельность. Но, кроме того, если говорить про взаимосвязь результатов форм организации внеурочной деятельности школьников, то педагоги разрабатывают образовательные программы внеурочной деятельности и с четкими представлениями о результатах. И уже подбирают те формы внеурочной деятельности, которые смогут гарантировать достижение определенного уровня. Самое главное, чтобы это было все в логике, и мы оцениваем с вами качество программы внеурочной деятельности, а дальше уже диагностируем результаты. Я понимаю, что это такие сейчас, как бы, да, первые наши с вами шаги по внедрению внеурочной деятельности. Но если мы с вами изначально подготовимся, да, и будем, как бы, во все оружие по всему готовы, конечно, нам будет проще и вести по внеурочной деятельности эти курсы. Тем более, помощь в издательстве просвещения выходит целая серия, которая так и называется внеурочной деятельности. Что говорить следующее, да, про отличительные особенности, то, конечно, внеурочной деятельности направлено к достижению планируемых результатов, освоение основной общеобразовательной программы. И, конечно, внеурочная деятельность позволит им обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации, оптимизировать его учебную нагрузку, да, чтобы тут тоже не было каких-то перекосов, улучшить условия для развития и учесть потребности, а также возрастные индивидуальные особенности обучающегося. Без этого, да, никак невозможно организация внеурочной деятельности. Ну и, коллеги, конечно, в помощь вам в издательстве просвещения выходит ряд пособий, которые так и называются. Это серия внеурочной деятельности, но тематика этих пособий может быть совершенно разной. Это действительно готовое решение для организации по внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях. И все это, естественно, создано в соответствии с требованиями в ВОЗ. Давайте посмотрим на наше издание. Это «Экологическая культура и здоровье человека». Автор Фриорова. Книжка очень интересная, заинтересует и биологов, и химиков, и географов. Это пособие для учеников 5-9 классов. Следовательские проектные работы по биологии, по физике, по химии тоже интересные наши новиночки, выходят для учеников 5-9 классов. И решение задач повышенной сложности, пожалуйста, по геометрии тоже для ребят 7-9 классов мы предлагаем. Информационная безопасность или на расстоянии одного вируса. Что касается этого направления, да, пожалуйста, для ребят 7-9 классов тоже такие издания должны появиться. Но, кроме того, коллеги, в неручную деятельность входит и решение задачи, да, что природа учит, чему природа учит человека, как сохранить нашу планету, дальше, исследования проектной работы, грамотный читатель, расследование математических способностей. То есть, вы видите, совершенно разные, да, по наполнению, по предметным областям эти издания предлагаются. И сегодня я хотела бы более подробно остановиться на тех изданиях, которые адресованы учителям биологии, химии и, наверное, географии. Давайте посмотрим. И первое наше издание – это «Экологическая культура и здоровье человека», автор Приорова и «Проектная мастерская», где автор Леонидович, Створцова-Мальцева. И основная идея, что и серия эта способствует формированию, конечно, креативного мышления ребят, очень много разных заданий и творческого характера, и задания уровня подумать, и очень много интересных заданий, когда мы готовим какие-то сообщения, используя дополнительные источники информации. И, конечно, вот эти формы работы, которые представлены в этих пособиях, предусматривают активность и самостоятельность обучающихся. Это же все-таки неурочное, да, как бы время, поэтому и больше, так сказать, возможностей для самостоятельности обучающих, для активности. Дальше много очень дается вариантов работы и в индивидуальной, и в групповой варианте, и позволяет развивать навыки проектной исследовательской деятельности. Что важно, это предметы биологии и химии, поэтому, конечно, практикоориентированный подход – это тоже основная идея, которая проходит через эти издания, проектные мастерства и экологическая культура и здоровье человека. И нужно отдельно сказать, что мы задумывали как издатели эту серию в неурочной деятельности, где 40% информации составляет именно теоретическую часть, и 60% информации – это практическая направленность, где либо проекты, либо лабораторные какие-то исследования, либо какие-то интересные творческие задания и так далее. Давайте посмотрим сейчас на этот слайд. Это первое пособие «Экологическая культура и здоровье человека», «По практикум», автор Криорова. И действительно, эта книга обеспечивает организацию в неурочной деятельности с 5-7 классов и в соответствии с требованиями ВОЗ. Написано это издание. Здесь действительно очень много интересных таких очерков по экологическую безопасность, о взаимоотношениях человека и природы, и о проблемах, которые сегодня мы с вами слышим, те проблемы, которые у нас обсуждаются на телевидении. Мы очень много видим в периодической печати проблемных статей, то есть действительно книжка актуальна для сегодняшнего дня. Кроме того, как я сказала, 60% – это блок практический, поэтому здесь включено много работ, практических работ, очень много опытов, много наблюдений, экскурсий, которые позволят ребятам изучить вопросы экологической культуры и здоровья человека. При этом никакого сложного оборудования не требуется, а все есть в биттехимии или в кабинете биологии. Но отдельно, если вы посмотрите на содержание, то мы изучаем с вами атмосферу ее преобразования человеком, гидросферу ее преобразования человеком, гидросферу ее преобразования человеком и последний блок – это биосфера преобразования человеком. Кроме того, отдельно в первом параграфе рубрика «Постигайте экологические культуры и безопасность воздушной среды» или «Литосфера», или «Гидросфера», или «Биосфера». Дальше второй параграф всегда посвящен мифам и легендам о воздухе, о наших оболочках Земли и так далее, о биосфере. Следующий параграф мы говорим про состав, про особенности воздуха или гидросферы, литосферы. И вот мне нравится четвертый параграф, когда мы делаем выводы, размышляем о загрязнениях, говорим и о экологических проблемах. И вот этот блок, пятый параграф в каждом разделе от теории практики, где как раз даются лабораторно-практические работы. И последний параграф в каждом нашем разделе, это рубрика «Думайте сами, решайте сами», где идет множество разных-разных заданий. И когда мы работаем над проектом, или готовим какие-то плакаты, или какие-то готовые кроссворды, разгадываем чайно-ворды, то есть разного-разного уровня задания, которые помогают и подытожить этот теоретический блок, но при этом это такая практическая составляющая, и ребята будут с удовольствием эти задания выполнять. Кроме того, коллеги, как вы увидели, у нас много разных героев путешествует с ребятами по страничкам нашего пособия, у нас есть рубрика «Надо подумать», разные вопросы, выполняем тесты, дополнительный материал дается, то есть это расширяющий основной наш блок темы, и, как я сказала, очень много интересных примеров, которые действительно вызывают у ребят восторг, интерес к изучению наших с вами оболочек Земли. Ну, здесь дается пример из темы 2, литосфера ее преобразования человеком, и, как вы видите, мы всегда перед каждой темой даем какую-то преамбу, высказывание великого человека, или какую-то, может быть, пословицу, поговорку, и вот здесь вы видите высказание Вернадского, человек – величайшая геологическая сила. Почему это так? Можно тоже организовать круглый стол и с ребятами эту проблему обсудить. И вот этот параграф, дальше 7, посвящен именно экологическим культурам и безопасности литосферы, даются разные справочные данные, исторически небольшой очерк, когда мы отдельно говорим об этих проблемах. Ну, коллеги, вот первая фраза, которая перед каждой темой звучит, например, в теме гидросфера, мы даем такую народную мудрость. Вода – это сила, вода – это слабость, вода – это жизнь, а жизнь – это радость. Тоже, да, как бы, ребята уже мы вводим эту тему в гидросфере, дальше переходим к экологическому проблемам гидросферы, а вот эта преамбула является таким мостиком, связующим. Но после изучения теоретического блока всегда идут разнообразные вопросы, задания, иногда очень оригинальные, чтобы ребята хотели изучать данную тему, и с радостью уходили на наши с вами дополнительные эти урочные задания. Где-то шарады, где-то вопросы, просморды мы делаем, да, есть такие задания, когда ребенок должен написать рассказ про какую-то экологическую проблему, или плакат, или объяснить пословицу, да, то есть мы к мифам, к легендам обращаемся, к эрпосу. Ну, нужно сказать, что очень много вопросов в нашем пособии про регион, где живет ребенок. Ну, согласитесь, это уже какие-то глобальные проблемы в пятом классе, особенно с детьми, довольно проблематично, не каждый из детей вообще задумывается, где что на других планетах, извините, в других материках происходит, а то, что ребенок видит в своем регионе, да, на уровне своего пришкольного участка, да, на уровне своего города, населенного пункта, это проще, и поэтому очень много дается таких заданий кривического характера, да, когда мы с детьми обсуждаем, как складывается ситуация в вашем регионе, а дальше уже, да, можем с вами говорить о проблеме сохранения, там, водных объектов, да, в нашей стране, либо, может быть, на нашем материке, или, может быть, на нашей планете, то есть уровень этих проблем тоже может быть разным. Ну, такой вопрос есть, например, что можно сделать в вашем населенном пункте для улучшения экологической ситуации. И пусть дети действительно прогнозируют развитие, вообще, так сказать, и решение этих экологических проблем. Кроме того, никто из нас с вами не забывает, что сегодняшние ученики 5-7 класса через 20-15 лет – это будущие руководители, крупных, каких-то производств, да, заводов, фабрик, и как мы с вами заложим на наши занятия, это неурочные деятельности, так сказать, сознание детей про охрану окружающей среды, про решение экологических проблем, с тем багажом знаний дети выходят в большой мир, так они будут решать эти проблемы через 20-25 лет. Поэтому от нас с вами тоже, конечно, в какой-то степени и зависит именно формирование экологического воспитания наших детей и решения экологических проблем и в своем регионе, и на нашей планете. Мне очень нравится рубрика, вот этот параграф «Читайте, познавайте мифы и легенды о Земле», где действительно мы приводим интересные истории про Посейдона, это, конечно, в гидросфере, да, бог моля, повествуем о владыке водяном, вообще, почему мы боялись водяного, откуда он у нас с вами появился в нашем эпосе. Когда мы изучаем легенды и мифы о биосфере, ребята знакомятся с восточнославянским, богом Ярила, и рассказываем про языческий праздник Ивана Купала, про флору, про вахха, но сегодня у нас с вами 15-е число, вчера был День влюбленных, да, откуда к нам пришли тоже, так сказать, эти праздники, мы тоже вот эту ниточку проводим, да, таких интересных всяких историй, но и есть такие интересные задания, например, после как раз параграфов по биосферу, когда ребята читают мифы и легенды по биосферу, должны найти города, на гербах которых изображены животные или указать название городов, где спрятаны животные. Можно ребятам предложить нарисовать герб из существующего города. Даются отрывки русских народных сказков, где также затронуты проблемы охраны растений и животных. Ну, то есть вы видите, да, и много творческих заданий, и связь биологии с историей, связь биологии с литературой, да, также прослеживается в этом пособии. Но многие есть специальные задания открытого типа, когда, используя эти варианты, мы организуем круглый стол или какую-то дискуссию, а может, используя дополнительные источники информации, даже ребята готовят какую-то небольшую мини-конференцию. Вот параграф, где мы говорим про состав и свойства бутуха, да, это наши вторые параграфы, то есть про особенности изучения наших оболочек Земли, или мы изучаем состав, свойства прочь. Вы видите, в схематичной форме, да, про основные характеристики мы говорим, обязательно этому тоже уделяем особое внимание. То есть ты к биологии и химии, химии и географии, химии и биологии тоже так прослеживается в этом пособии. Ну, а вот самые, наверное, такие проблемные параграфы размышлять и делать и выводы, когда мы уже говорим о проблеме загрязнения литосферы, гидросферы, биосферы, и как-то влияют на здоровье человека. Никак не нужно забывать, да, о том, что это все одно с другим очень соприкасается. И поэтому вот такие примеры на злобу дня, и про наши бульдозеры, которые работают на свалке, да, и про регионы, где как происходит утилизация мусора, тоже все это, так сказать, выдвигается, обсуждается. И очень много заданий, когда мы, ребят, просим спрогнозировать развитие решения экологических проблем в своем регионе, или, так сказать, в нашей стране, или вообще в глобальном понимании, да, на нашей планете. Поэтому последний наш параграф как раз и посвящен, и это последняя тема, делу время, жизнь в стиле эко, когда вот ребята как раз и представляют, как итоговое такое задание, занятие, какое хочу видеть планету. Мы просим их предложить 20 простых способов, как помочь именно нашей планете. Мы дальше с вами организуем какую-то выставку творческих работ учащихся, «Как красиво, родина моя», да, тут могут быть разные темы и проектов. Или можно провести экологическую акцию «Жизнь в стиле эко». Что будет входить, да, в эту работу, как вы это себе видите? Поверьте, дети очень много интересных работ вам могут предложить, и поскольку мы часто видим разные регионы и во многих школах, мы видим прекрасно выставки работ, когда дети рисуют по экологии, да, свое видение, свое решение предлагают, решение экологических проблем на уровне планетарном, поэтому тоже очень интересны такие формы работы, имеют место быть. Что касается вопросов, это отдельная такая часть в этих пособиях, да, у нас облик есть, ответьте на вопросы, надо подумать, тестовые задания разные даются, и здесь действительно есть интересные задания, когда мы должны просто перечислить загрязнители, которые приводят к изменихимическому почву на нашей планете, или просто, ребята, прогнозировать, как, по вашему мнению, эта проблема будет решаться через 50-100 лет, и, пожалуйста, можно предлагать всякие фантастические даже варианты, или вот такие задания, где, опять-таки, в высказании Толстого говорят, «Земля-тарелка, что положишь, то и возьмешь». А размышляя об этой проблеме, написал Толстой, «Бырастут травы, хлеба, плоды, деревья, насытятся животные, запитаются люди». Кто все приготовил, Солнце, согласны ли вы с мнением писателей, вы скажите свое мнение по этому поводу, да, то есть все-таки, вот, как возможно, отношение к Земле, да, как возможно развитие, да, и, так сказать, биосферы разнообразия, и что может быть с летосферой, с нашим верхним слоем, с почвой и так далее. Творческие задания, когда мы готовим плакат, сохранение плодородия почвы на нашей планете, или какие, значит, меры необходимо подпринять для решения данной проблемы. Следующие разные-разные задания, когда мы выполняем тесты, как мы с вами знаем, на УГЭ и ЕГЭ тоже тестовые задания предлагаются, надо быть и готовы к этому испытанию, и, пожалуйста, вот такие интересные тоже варианты по нашей теме при решении экологических проблем в тестовом варианте также даются. Есть вопросы на размышления, при чисте главные загрязнители, которые приводят к изменению химического состава почвы на нашей планете. Или, например, когда мы готовим с ребятами небольшую конференцию по экологическим проблем в своем регионе. Ну, как я вам сказала, коллеги, у нас отдельным блоком идут вот эти параграфы от теории к практике, где именно лабораторно-практические работы, они очень отличаются по содержанию, по наполнению. Есть как опыты, которые демонстрирует педагог, есть работы, которые выполняют учащиеся как в классе, так и в природе на экскурсии. И очень важно, да, что везде дается пошаговая инструкция, как мы эту работу организуем, да, что на каком этапе мы с вами делаем, для чего. Если какая-то необходима дополнительная информация, вот такая рубрика информация тоже нам с вами предлагается. Ну, вот здесь предлагается вариант оценки состояния зеленых насаждений вблизи школы и определяем их роль в природе. Или, например, определяем химический состав почвы на пришкольной территории. Или оцениваем экологическое состояние почвы по солевому составу. Это проводит учитель. Или, например, изготавливаем игрушку своими руками историчного сырья, когда понимаем проблему утилизации отходов. То есть, коллеги, вы видите, да, разные, конечно, практически лабораторные работы. Все это имеет место быть. И, например, проект из консервной банки «Вторую жизнь», когда мы предлагаем свои способы использования вторичных консервных банок. Если мы определяем состав почвы, да, или определение наличия почвы песка, глины, каких-то еще включений, также дается пошаговая инструкция, как эту работу мы проводим, и чего мы с вами должны получить. Но, кроме того, как я сказала, это внеурочная деятельность. Конечно, много загадок, много вопросов, много кроссвордов, чейнбордов, когда мы, опять-таки, по теме, которую изучили, да, повторяем основные определения, основные термины и вписываем все недостающие слова. Ну, просто спросить ребенка, да, по теме, например, летосфера определений какие-то повторить – это одно. А, конечно, намного интереснее, когда мы работаем вот в таком нетрадиционном варианте, да, когда кроссворды отгадываем, или сам ребенок готовит чейнборды, или, например, перечисляет какие-то названия, да, находит основное вещество, которое, да, вот, состоит из этих букв, которые повторяются в этих словах, или какие-то ребусы отгадываем, или, вот, используя дополнительную литературу, писываем названия реб, которые протерекают по территории нашей страны. И все эти реки заканчиваются на букву «А». И дальше, какие экономические проблемы характерны для этих рек, что же делается для их решения. То есть ребенок, по-моему, с точки информации используют и, конечно, поднимают проблемы охраны рек, а может быть, в своем регионе. А может быть, ребенок подготовит похожее задание, исходя из рек, которые у вас в населенном пункте. Как вы понимаете пословицы? Разгадайте арифмограмму, что здесь написано, нужно понять, какая здесь закономерность. Да, различные конкурсы предлагаются, когда мы делимся на команды, когда мы с вами должны объяснять с точки зрения экологической безопасности, пословицы и поговорки. То есть очень-очень много разного материала. Но мне тоже безумно нравится рубрика «Кстати», когда предлагаются справочные интересные данные. Ну, например, каждый день 2 миллиона тонн человеческих отходов оказывается в природных и водных объектах. Цифра, конечно, колоссальная. Или что бактерии составляют от 2 до 5 килограмм веса нашего тела. Это тоже пример из биосферы. И, например, такой вариант, что от загрязнения воздуха в помещении, это различные аллергены, бактерии, пыль, токтичное выделение пластмасс, постоянно страдает около миллиарда человек. Видите, какая часть населения Земли. Ну, или чтобы обеспечить оптимальную норму кислорода на одного человека в воду, 400 килограмм, необходимо иметь площадь лесов на одного человека из расчета 0,1 или 0,3 гектара. И дальше примеры, сколько в течение одного года, в течение одного года один гектар леса отфильтровывают до 50-70 тонн пыли, сажи и плопоти. Ну, сквозь кроны еловых пород ежегодно фильтруется из воздуха около 30 тонн гектара пыли, около сосновых 35, дубов 36, около даже 38. То есть это, опять-таки, можно, ребят, попросить, прогнозировать, что нам нужно, может быть, высаживать и в вашем населенном пункте, чтобы происходилось, как бы, фильтрование воздуха. Поэтому, да, должны быть обязательно зеленые участки в наших городах и отдельные парковые зоны. Про вторую жизнь консервных банок. Как-то проблема решается в Швеции, да, во Франции, какие мусорные урны для банок совместились с игровыми автоматами. И как только пустая банка попадает в круглое отверстие, за стекло начинает вертеться три барабана с рисунками. Да, и что происходит, и что меняется. Ну, коллеги, конечно, удобно, что на наши вопросы такого разного уровня предлагаются и ответы. Все это включено в конце пособия. И рубрика «Подведем итоги», когда мы, так сказать, заключительные аккорды расставляем о том, о чем мы с вами изучали, о чем мы говорили во внеурочной деятельности. И второе пособие, которое вы видите здесь, это исследование и проектирование. Это наше издание, исследование и проектные работы по физике и по биологии. И очень важно, что в каждом пособии мы отдельно вводим рубрику «Вообще вы узнаете, да, что такое исследование, чем отличается от проектирования, зачем нужно учиться исследованию и проектированию, чему мы научимся, да, как проводить исследование, как проводить проектирование. Творческий материал предлагается. Повторяем, проводенный материал. И уже непосредственно идут задания, когда ребенок определяется с выбором тематики, как работать над проектами. И вот вы видите, как раз это наша вторая книжка «Проектные работы по биологии», где первый модуль посвящен именно исследованиям и проектам, в чем сходство и различия. Иногда и педагоги не очень эту разницу видят. Как проблему нам с вами обозначить, актуализация работы в чем, какие источники информации предлагаются, как мы выбираем тему, объект, предмет работы, цель, какие задачи мы ставим, гипотезу, методы, методика, как мы проводим планирование работы, кректировка обязательно, когда мы работаем над проектом. И дальше обработка результатов, анализ, обсуждение результатов. И очень важно учить ребят готовиться к докладу, как мы этот материал аккумулируем, как мы этот материал раздаточный тоже отдельно с вами готовим и так далее. Все это предлагается в нашем посуде «Проектная мастерская по биологии». Это автор Илья Антонович, Смирнов и Мальцевская. Ну, само название уже увлекает «Проектная мастерская». Да, всегда интересно проводить проекты по биологии и по химии. Да, очень материал наш с вами биологический, химический к этому располагает. Ну, и, коллеги, отдельно, когда мы говорим вообще, откуда произошло понятие проекта, что относится к проектам, да, и какие первые работы проводили египтяне, да, что они делали, они открыли у нас с вами Суэцкий фанан, это тоже всего рода проект. Или, например, переброска нашего Крымского моста. Это тоже отдельный проект, который выдвигался, кто знает, да, значительно раньше, еще в XIX веке. Только, когда участвовал этот проект, тоже эта историческая справка предлагается, где необходимо есть ссылка на наш сайт, где тоже можно узнать дополнительную информацию. Конечно, коллеги, очень важно, если мы говорим о «Проектной мастерской по биологии», чтобы ребята и понимали вообще, что такое проблема, как мы ее, так сказать, должны выбрать, что такое проблемный вопрос, в чем разница проблем, стоящих перед человечеством, государством, семьей, перед конкретным ребенком, в чем секрет успеха рассказов о Шерлоке Холмсе, да, тоже связь какая и так далее. То есть вы видите, да, вот эти рубрики «Вы научитесь, вы узнаете», нас как бы уже определяют, кто теме, к которой мы переходим, да, и когда мы говорим о выборе проблемы и как мы работаем в проекте, и какие ученые делали тоже интересное открытие, с каким проблемам в проекте. Ну, вы знаете, у нас могут быть с вами и экологической направленности проекты, поэтому, конечно, про утилизацию мусора, про безопасность атомных электростанций тоже говорим, вообще быть или не быть, наши атомные электроэнергетики, да, какой выход видят наши с вами ученики и тоже работают над этими проектами. Актуальность работы, наше пособие, это уделяет особое внимание именно вообще, что такое актуальность, да, как различаются актуальность вообще в принятом смысле в своей работе, то есть ребенок, да, понимает, его работа актуальна или нет, на чего нужно учиться, формулировать свой интерес к выполнению работы, и дальше мы научимся определять возможность выполнения работы и значимые пункты тем, над чем работает ученик. Опять-таки творческий материал, да, где тоже интересно и всякие даются справочные данные. Учим, ребята, работать различными источниками информации, это же проектная мастерская, да, мы работаем над проектом, конечно, мы обращаемся к различным, может быть, и сайтам, каким-то представительным изданиям, как правильно работать, теоретическим материалом, с практическими нашими данными, тоже даются важные ссылки, хорошие рекомендации. Что важно, когда мы работаем над проектом? Конечно, очень важно научиться планировать свою работу, и поэтому пишем такой небольшой алгоритм, на каком этапе, для чего мы что проводим, и рубрика «Вы узнаете, вы научитесь» тоже нам в помощь, да, и какие этапы следствия работы выделяют, и какие этапы работы над проектом выделяют, также отдельно даются такие подсказки. Я думаю, что вообще это пособие заинтересует всех, кто работает над проектом, потому что очень много именно таких практических дается советов, да, кто когда-то работал над проектами, меня прекрасно понимает, что очень удобно, когда есть такие алгоритмы. И коллеги отдельно к этому пособию выходят из нашей рабочей тетради, которая работает над проектами, где, конечно, и в таблицах, да, мы прописываем содержание работы, формы работы, требуемое время, то есть ребенок, уже исходя из материала, который изложен в пособии, в рабочих тетрадях просто вносит эти необходимые данные. Кое-что повторяется, конечно, как готовиться к докладу, да, какие-то советы, да, как готовим презентацию, как готовим, может, плакат для стендового доклада, кому это нужно, да, как готовить материалы к поступлению на конференцию. Очень важно, коллеги, чтобы ребята, когда работали с проектом, и, конечно, ребенок не укопался в этом множестве материалов, да, чтобы, конечно, подготовился достойно к выступлению, чтобы была видна, какая огромная работа проделана учениками. К сожалению, в нашей жизни бывает так, что ребенок очень много времени и сил тратит на, вот именно, работать с проектами, доклад уже где-то в ПТХ мы готовим, и не очень хорошо получается потом выгодненько выступать с докладами, из-за того, что на эту работу не хватало времени. Вот чтобы этого не происходило, здесь, опять-таки, даются такие очень хорошие советы, подсказки. Это учителя практики писали пособия, проектная мастерская по биологии, по физике, и я думаю, что каждый из вас найдет очень много интересного, очень много нужного. Вот как раз примеры рабочей тетради, проектная мастерская по биологии, где темы, конечно, повторяются, что по исследованию и проектированию, проблемы, актуальность, методы, гипотезы, да, и вот подготовка материалов для доклада, выступления, тоже даются очень важные советы. Да, какая проблема была тебе интересна, почему именно эта тема важна, напишите эссе по данной теме, это всего 800 тысяч знаков, что соответствует примерно 150 словам или половине страницы печатного текста, в зависимости от размера шрифта. То есть мы, ребята, уже в какие-то рамки пытаемся, так сказать, организовать, да, чтобы ребенок вот умел выполнять задания, то, которое от него требуется. И дальше, коллеги, почему вообще именно проекты? Может возникнуть у кого-то из вас вопрос. Вообще сегодня мы много готовим с вами проектов, да, и по биологии, по кинем, по внеурочной деятельности, отдельно это издание, да, проектная мастерская выходит. Ну, потому что, как показывают многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, они показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе или искусстве, спорте, это люди, обладающие проектным типом мышления. Когда мы с вами, да, были учениками, там, спустя, ну, 20-30 лет назад, мы, конечно, тоже с вами какие-то готовили доклады, да, какие-то выступления, но вот это само понятие проект, работа над проектом, более сейчас активно входит в нашу жизнь. Вы видите, действительно, цифры такие, что те люди, которые обладают таким проектным типом мышления, они многое, что могут добиться в жизни. И нам с вами, как учителям, очень и приятно, интересно тоже заниматься проектными работами с нашими учениками. Особенно, когда у проекта есть, так сказать, будущее, да, можно использовать данные, которые вы получаете и на уровне региона, на уровне своей школы, да, можно проекты экологии, например, проводить совместно с какой-то экологической организацией, которая, может быть, есть в вашем населенном полке, в городе, может быть, у кого-то из учеников, да, родителей имеют отношение к какой-то этой организации экологической, да, или у кого-то из вас гидроэлектростанция, да, ее проблематику можно в регионе посмотреть, проект тоже по использованию наших ресурсов, да, экологическую какую-то, так сказать, сторону можно рассмотреть, то есть в этих пособиях проектной мастерской и даются примеры проекта, конкретные темы, но я бы не ограничила наших ребят, это значит, в каких-то рамках, пускай фантазируют, пускай мыслят, пускай дети себя реализуют, да, на той его почве, то, что действительно детям интересно. Тут из ребят пишут про красную книгу моего региона и тоже работают над проектом. Кто-то обсуждает какие-то социально значимые проекты, да, проект волонтерства, это год у нас с вами, да, предыдущий был, тоже актуальный, важная эта тема, поэтому, пожалуйста, можно все это ребятам предлагать, и я думаю, что учащие с удовольствием будут работать по этому направлению. Ну, коллеги, как я вначале сказала, у нас на вебинаре вот сейчас появился значок, и, пожалуйста, я жду от вас правильного ответа, о чем идет речь. Это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, в полной мере способствующая реализации требований в ГОЗ и организуются для того, чтобы удовлетворить потребности учащихся в содержательном досуге, их участие вообще в общественно полезной деятельности и самоуправлении. Я задаю сейчас вопрос, о чем идет речь, какое понятие сейчас было обозначено у нас на слайде. Кто первый даст верный ответ, того ждут памятные призы от издательства «Просвещение». Ну, коллеги, следующий слайд посвящен сайт издательства «Просвещение». Я всех очень призываю приходить к нам на страничку издательства «Просвещение». И обязательно вы для себя найдете много нового и интересного. Здесь у нас, видите, открытая экспертиза учебников и пособий. Все, что относится к федеральному перечню учебников, да, какие комплекты по разным предметам входят, да, вы все можете для себя тоже посмотреть. Я очень надеюсь, что все вы, конечно, прекрасно знаете вкладку «Вебинары», куда вы всегда можете зайти и посмотреть график вебинаров и для учителей биологии, и для учителей химии, и для учителей физики. И, пожалуйста, своим тоже друзьям-предметикам говорите, что разные встречи мы проводим постоянно, да, и у нас и авторы выступают, и методисты, и эксперты ЕГЭ. Мы стараемся действительно очень разной по наполняемости предлагать такие варианты. Ну, уважаемые коллеги, я уже вижу, что появились первые наши с вами призеры сегодняшней викторины, и мне очень приятно, что вопрос сегодня прозвучал про внеурочную деятельность, тому, что мы посвящаем эту встречу, и Кристина Булатова была первой. Кристина, наше поздравление вам. Кристина, длительная просьба, напишите, пожалуйста, адрес своей электронной почты, чтобы мы с вами могли связаться и отправить вам памятные подарки от издательства просвещения. Ну, коллеги, спасибо и всем. И опять у нас Мария Коперева правильно дает ответ, но сегодня была не первая Мария, наш тоже победитель. Да, есть уже кто-то постоянный слушатель наших вебинаров. Ну, коллеги, я думаю, что справедливо будет, если действительно у нас будут победители, да, из разных регионов и разные наши участники наших встреч. Ну, коллеги, что касается, значит, общей нашей странички издательства просвещения, да, где разная информация для вас, где разно, мы говорим отдельно про график вебинаров, и я не случайно взяла именно разворот сегодняшнего, 15 февраля, да, где выступал у нас с вами специалист нашего Центра энергетического образования по английскому языку. Сегодня обсуждали проблемы в ОПРГ по английскому языку. Отдельно мы говорили про организацию неурочной деятельности с вами. Вот тоже наше с вами мероприятие здесь зафиксировано. То есть, когда вы кликаете на нашу вкладочку вебинары, вы видите весь график вебинаров, и когда нажимаете зарегистрироваться, то вы, конечно, обязательно становитесь, так сказать, в нашей базе, и дальше вы сможете принять участие в встречах, которые вас заинтересуют. Я знаю, многие учтения в регионах говорят, что временно немножечко неудобно, идут у кого-то уроки, коллеги, не переживайте. Есть всегда в записи наши вебинары, и автор у нас, Владимир Васильевич Пасечко, выступает, Глебинар Швецов, автор ЛК «Линия жизни», тоже рассказывает про олимпиадное движение. Поэтому если вы вот именно в сегодняшнем реальном времени успели прослушать нашу встречу, через какой-то период времени в записи вебинары также вы можете увидеть и прослушать то, что для вас интересно. А ну, я вижу письмо Марии Путыревой, что вы сегодня получили подарки. Нам очень приятно всегда вас видеть. Спасибо за такое письмо и за ваше активное участие в жизни нашего издательства. И, коллеги, дальше о чем хочу сказать, что если вы на сайте издательства «Просвещение», то выбирая предметную область «Биология», вы всегда можете узнать, какие у нас издания предлагаются. И вот как раз развороты, да, и он по линии жизни. И вот, пожалуйста, программные методические разработки, которые бесплатно можно скачать. Да, электронные приложения к учебнику тоже, которые вас могут заинтересовать. И вот как раз та страничка вебинары, где отдельно, да, вы можете ознакомиться с выступлениями наших авторов, наших методистов. И у нас выступает Фарль Миколаевич Скворцов, кто стоит у руля УГЭ и рассказывает нам про сложные задания, да, и как ребята их не очень хорошо выполняют на УГЭ. Тоже такие встречи мы проводили. Поэтому если вас эта тема волнует, беспокоит, обязательно заходите на эту вкладку «Вебинар». Уважаемые коллеги, идем дальше. И здесь вы видите на слайде график вебинаров. Это в ближайшее время, что вас ждет. Вот уже в понедельник в 11 часов по московскому времени будет выступать наш специалист Евсей Патон Вячеславович. Он у нас учитель с большой практикой, и он многие годы готовит ребят к сдаче ЕГЭ по биологии. Он расскажет, как дать ЕГЭ по биологии на 100 баллов. Будем решать сдачи по генетике. Как вы знаете, цикл вебинаров Патон Вячеславович ведет. Это часть 5. 25 февраля всех очень призываю присоединиться к нашему мероприятию в 11 часов по московскому времени. Как раз Павел Михайлович Скворцов, очень человек занятой, но нашел время к нам приехать и, конечно, расскажет про подготовку к УГЭ по биологии и будет разбирать сложные задания. Если у кого-то есть какой-то вопрос по заданиям, какие-то сложности у ребят при выполнении заданий по УГЭ, Павел Михайлович с великой радостью обязательно ответит на ваши вопросы в чате, поэтому будьте активными слушателями, чтобы действительно это был такой хороший, плодотворный вебинар. Будем разбирать задания по УГЭ. 27 февраля в 4 часа дня по московскому времени я жду всех, кому интересна тема старшей школы и будем детально рассматривать УМК линии жизни от 11 класса для базового и профильного уровня. Новые наши с вами учебники, которые вошли в новый федеральный перечень, вы их можете выбирать, можете, пожалуйста, их заказывать, они в бланке заказа есть, поэтому, конечно, нужно знать их специфику, какая методическая составляющая, какие задания, какие подходы. Все детально с вами будем обсуждать в феврале, 27 числа. И 1 марта, это уже наступит весна, в 2 часа дня мы будем говорить про подготовку к ВПР по окружающему миру биологии за 30 дней. Времени для ВПР остается немного, поэтому, конечно, нам с вами нужно будет актуализировать наше с вами, так сказать, и знание, да, и подготовиться во всеоружии к ВПР. И не случайно мы поговорим именно про ВПР с точки зрения, что в начальной школе в курсе окружающий мир, и что на ВПРе в курсе биологии. Поэтому этот вебинар мы ведем с моей коллегой Ольгой Владимировной Харасулой. Кто не раз к нам присоединялся на вебинарах, вы знаете, мы очень понимаем обе, поскольку все время с учетами встречаемся в регионах, проблема есть, что вот это оторвание, что в начальной школе изучают, а что мы биологию даем, да, и дальше в старшей школе к чему выходим. Поэтому вот вебинары стараемся в преемственности выстроить в таком ключе методическом, чтобы было интересно и учителям начальной школы, и учителям биологии. Уважаемые коллеги, как я знаю, наша победительница Кристина Булатова прислала адрес электронной почты. Кристина, большое вам спасибо. Обязательно с вами свяжемся. Но кроме того, коллеги, сегодня появилось много разных интересных изданий. У кого-то есть желание, можно приобрести наши книжки серии «Внеурочные деятельности». Все их можно приобрести в интернет-магазине. Кликнув сайт интернет-магазин, вы оказываетесь в нашем, пожалуйста, интернет-магазине, выбираете те пособия, которые вам нужны. Кто хочет ознакомиться, с какими книготорговыми структурами мы работаем в регионе именно вашем, тоже список этих книготорговых структур у нас отдельно загружен, этот список. Поэтому, пожалуйста, приобретайте наши издания, не выходя из дома. Если вы, например, делаете заказ учителем математики, учителем русского языка, вы биологами себя какие-то пособия закажете, для вас это будет в плане финансов наиболее интересный заказ. Я думаю, что будут какие-то скидки и особые условия доставки. Но у кого есть вопросы, если у кого есть пожелания, вы всегда можете написать на мою электронную почту mtukarivo-sobachka-pros.ru. Если у кого-то какие-то волнения насчет комплектов, которые вошли в новую федеральную перечень учебников, коллеги, я тоже готова на все эти вопросы отвечать. И не поверите, каждый день очень много писем из разных регионов контура учителя задают. Кто пока не очень понимает, с какого комплекта какой перейти, а как вы знаете, по биологии некоторые комплекты выпали, и какую достойную замену найти, обязательно в марте проведем отдельный вебинар по УЛК, заставе просвещения по биологии, которые вошли в новый федеральный перечень учебников. Поэтому коллеги про особенности каждого комплекта скажу, с какого комплекта, который раньше был в федеральном перечне, как более безболезненно перейти, тоже обязательно на это буду обращать внимание, чтобы вам было проще работать. Ну и коллеги, конечно, мне очень приятно слова благодарности читать ваши, что вы получаете удовольствие. Мы действительно готовимся к вебинарам всегда как-то по-особенному. Спасибо, что вы были сегодня в пятницу внимательными слушателями, что вы нашли время и возможность, чтобы подключиться к нам. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. И коллеги, вам желаем, конечно, хороших выходных. Конечно, вам желаем успехов, здоровья, благополучия. Чтобы вас только радовали учащиеся. И все было у вас хорошо, ваших родных и близких. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok